Безопасное искусство. Напротивопожарную тематику сегодня в центре внешкольной работы развернулась выставка творческих поделок муромских школьников. Конкурсные экспонаты посмотрела и наша съемочная группа. Не один день потребовался учащимся восьмой школы, чтобы заставить эту пожарную машину тушить огонь совсем как по-настоящему. Мне пришла в голову создать действующую модель пожарной машины. Мы с ребятами на кружке нашли такую машину, поставили моторчик, соединились шлангами. Я им подсказывал, в основном они сами все делали. Я им подсказывал, где что сделать, куда где просверлить, поставить все. В основном они делали сами все. Видите, у нас она действующая, тушит пожар. Подделки, рисунки, игры. Юным умельцам со всех школ и округа оказались по силам не только плакаты и книжки, но и целые макеты, предупреждающие о последствиях неосторожного обращения с огнем. Изображено до пожара и после пожара. Мы подводили сюда диоды, то есть это все механическое. А кружной конкурс проводится уже не первый год. Но впервые, по мнению жюри, в состав которого вошли представители противопожарной службы и гражданской обороны, дети подошли к нему столь творчески. В этом году очень много новинок, очень много новых работ, это радует. Дети научились создавать книги свои по пожарной безопасности. Раньше таких работ не было, видим их впервые представлены. Очень много технического творчества, макетов, макет пожарной машины представили. То есть новинок очень много, жюри тяжело работать в этом году. Результаты будут известны завтра. Победители и призеры ждут дипломы и ценные подарки. Лучшие работы отправятся на региональный этап, который будет проходить во Владимире в марте. Юлия Казакова, Александр Симонов, Новости Муру.